Вместо второго урока у 11 классов сегодня занятие по безопасности дорожного движения. В автошколе на базе СОЖ номер 3 с ребятами пообщались инспекторы ГИБДД. Как со взрослыми и как с потенциальными водителями. С 18 лет каждый из старшеклассников может стать курсантом в одном из пяти окружных специальных учреждений. Планы сесть за руль есть у большинства 11-классников. Планирую уже права и водить машину. Нужна машина, потому что для будущей семьи, я считаю, что это очень удобно. И то есть везде могут происходить аварии, но, допустим, в автобусе как-то будет страшнее. Это ты даришь свою жизнь водителю, а тут ты будешь сама отвечать за своего ребенка. Водительские права дают не только возможность, но и ответственность. А стать участником ДТП никто не планирует. Весной этого года для одного из ровесников ребят авария на дороге обернулась неприятными последствиями. Пришлось не только восстанавливать здоровье, но менять карьерные планы. А другой школьник после страшного ДТП и вовсе теперь на домашнем обучении. Аналогичный урок с примерами из жизни и тестами прошел в 10-й школе. Здесь также базируется класс для обучения вождению. За парты сели старшеклассники. Ребята спросили, когда можно поступить в автошколу, когда сесть за руль, какие документы нужны для оформления удостоверения. Урок оказался более чем актуальным. В рамках одного урока, конечно, сложно дать все знания по правилам дорожного движения. Наша задача была сделать акцент на внимательности на дороге, на вежливости на дороге, на соблюдении правил дорожного движения. Возраст старшеклассников – это возраст активный, самостоятельный, но и возраст, когда ребята очень самоуверенные. А эта самоуверенность, она дает сбой, к сожалению. Это возраст, когда молодые люди очень часто, к сожалению, попадают в дорожно-транспортное происшествие.